Нелегкая жизнь инвалида становится и вовсе невыносимой в зимний период. Сугробы, скользкие тротуары, наледи на остановках – все эти, казалось бы, обыденные факторы холодного времени года для людей с ограниченными физическими возможностями превращаются в полосу непреодолимых препятствий. Регулярные собрания представителей общества инвалидов позволяют его участникам высказаться, поделиться своим опытом и своими очень значимыми для этих людей победами. Карманы троллейбусных остановок не чистятся. Кругом лед и снег. Вот как большие машины едут по дороге, и карманы все грязью этой засыпаны. То есть троллейбус устанавливается, и как хочешь, хочешь ныряй, я иду по дороге. Машины мне сигналят, рукаются. У меня другого выхода нет. Дорога хоть чистый асфальт. Конечно, неприятно, меня и грязью обдают, и все, но а что делать, иначе я не дойду до дома. Многие проблемы приходится решать своими силами. Но разве возможно взять и, например, собственноручно построить временный приют для ребенка-инвалида, чья мать была госпитализирована и вынуждена проходить стационарное лечение? Куда его деть? Я не хочу его сдавать, пока я жива, в интернат. Потому что я знаю проблемы интернатов и знаю, что это утром насильно под кустик бросить ребенка и смотреть, как он будет там умирать. Поэтому пока я на ногах, пока я жива, он со мной. Я это вижу. И я знаю, что нужно моему ребенку. Ну вот на завтра я заболела. Мне нужно госпитализация. Элементарно аппендицит, например, вырезать. Его некуда деть. Мы эту проблему поднимаем более 20 лет. Отсутствие пандусов, чересчур высокие бордюры, походы в больницу, без которых инвалидам понятное дело не обойтись, превращаются в настоящее испытание. И никакого отзыва чиновников на просьбы о помощи социально незащищенных граждан. Очень много инвалидов, которые там, первые группы, которые неходячие у меня. И они мне звонят. Даже врачи, которых вызывают на дом, они не обслуживают. Которым нужна группа, как два года дают, а потом группу уже продляют или снимают. Не приезжают на дом вот эти врачи, которые должны давать группу. Проблема с пятой поликлиникой. Ежедневная суета не дает нам остановиться на минутку и подумать о таких, с одной стороны, элементарных, а с другой стороны, важных вещах. О том, что кто-то, возможно, нуждается в нашей посильной помощи. Перевести через дорогу, донести продукты до остановки. Оглянитесь, не будьте равнодушными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...